Всем привет! Вы на канале Вульфий Нитрич и сегодня мы играем в Black Desert Mobile. Давай разбирать обновление от 2 июня. Обновление огромное, мы это знали еще на прошлой неделе и давай разбирать все по порядку. По традиции начнем с ивента. Первый ивент – мировой турнир Рамоноса сезон 2. У нас опять есть 4 кода по 3 регионам. То есть 4 кода на Америку, 4 кода на Европу, 4 кода на Азию. Можно ввести по коду на каждый регион. Однако нужно выбрать, за какую команду голосовать. И просто за голосование мы получим сундук поддержки Рамоноса сезон 2, в котором расходники полезны. А если угадать победителя, то можно получить сундук питомца третьего поколения. Маленький совет – не торопись вводить этот код, поскольку пока еще все очень размыто. А вот в выходные будет более-менее понятная картина, у кого есть шансы на победу, кто как играет и какие будут у него противники. Ввести код можно на сайте. Я ссылочку оставлю в описании, потому что, как оказалось, не у всех в настройках есть кнопочка регистрация купона. Второй ивент – особые отметки в честь выпуска Валенции. Заходим в игру, получаем награды, как всегда все очень много всякого полезного, и в конце мы получим один сундучок с мифическим украшением. Однако, если ты захочешь получить дополнительные награды, то за 1400 жемчуга, это примерно 2800 рублей, ты можешь получить еще бонусом 3000 черного жемчуга. Это получается примерно курс 1 рубль за 1 черный жемчуг. Это в два раза выгоднее, чем обычно через магазин. Мозаика турнира Рамоноса. Здесь все как и раньше. Получаем три ключа в день, просто находясь в игре. Каждые 30 минут один ключ. Дальше, когда у нас ключ в наличии, нажимаем «Начать игру», там выскакивает картинка, которую потом нужно собрать. Картинка 3х3, ничего сложного нету. Можно это все собирать потом, можно собирать сразу же. Я лично коплю, и когда захочется отвлечься от чего-нибудь, сажусь и начинаю собирать эти мозаики. При каждом завершении, то есть в сборе мозаики, мы получаем сундук поддержки Рамоноса, в котором полезные расходники. И завершив 30 раз, мы получаем эссенцию магии, продукт магии, биржевой ваучер 20, мешочек черных кристаллов и мешочек черных кристаллов высокого уровня. Еще один ивент это группа поддержки турнира Рамоноса. Две недели, каждый день участвуй в арене Рамоноса, участвуй в боевой арене, участвуй в рейтинге в арене, не побеждай, а именно участвуй. И собирай сундук Рамоноса с попкорном, в котором отметки главаря, древняя плита, сундук с легендарным кристаллом, купон восстановления 50 штучек и свертки с черными камнями высокого уровня и наивысшего. Еще неделю у нас календарь отметки за вход, на 14 день получаем биржевой ваучер. Ну и акция обмена от Эль Белучи, вот эти биржевые ваучеры мы получаем в ивенте и еще целых 35 дней. Так что не торопитесь тратить, если у вас сейчас лежит как у меня, например, 17 или там 20 и на мифическое украшение вам не хватает, не торопитесь. Нам еще понадают их, так что будет возможность поменять на бижутерию. Новый регион Западная Валенсия. Целых 4 города, в которых куча НПСов, с которыми нужно познакомиться, по территории куча мобов, которых нужно изучить, но есть маленький нюанс. Это БС, с которым ты можешь идти на этих мобов. То есть рекомендуемый БС 7500, рекомендуемый БС 8000, рекомендуемый БС 6500. Ну это хоть что-то более-менее адекватное. Также здесь вот, как видишь, падают новые ботиночки разные красные, основное оружие мифическое падают, сундучки. Также, естественно, добавили новую квестовую цепочку, проходя которую ты получаешь разные ништяки, прокачиваешь вклад, получаешь расходники и по этим квестам выдают баночки на 500 хп. Вот они, эти баночки. Пока их купить нельзя, в лагере их скрафтить тоже нельзя, так что внимательно, когда будешь проходить этот квест, старайся их не тратить. 500 хп это имбовые сейчас баночки, я их лично буду откладывать для осады. Также в локациях Валенсии падает вот такой вот итем, который в магазин нужно продать за 500 тысяч серебра. Но такие итемы падают в разных локациях свои. Например, вот в лагере Басим падает знак Басима, в логове Василийска падает окаменелый лист дерева. В целом дроп можно посмотреть вот так вот через карту. Также в ближайшее время я сделаю текстовую версию с подсказками по дополнительным скрытым знаниям о Валенсии. Следи за Дискордом, следи за группой ВКонтакте, туда я обязательно эту ссылочку скину. Максимальное количество знаний, энергии за знания на мне добавили, то есть 266 это потолок. Но добавили еще пару групп знаний, за которые можно получить черный жемчуг и баночку энергии. А также не забываем про симпатию. Есть вот новые НПСы, западная Валенсия. И у этих НПСов при набивании симпатии можно получить дополнительные награды. Вот в частности Больба дает нам совет Валца 10%, если кому надо. Вместе с новой локацией подняли кап, но не до 80, как многие ждали, а до 75. Теперь, естественно, бонус от максимального уровня переносится на 75. Те, кто был 70, вперед гнаться за уровнем. Тем более, что на почту нам снова прислали свиточки бонусное время 300%. То есть в прошлой неделе остались свиточки по 100% и сейчас вот прислали нам на целые сутки, можно забрать будет завтра, на 300% бонусного времени. Также на почту прислали приглашение в новый, ну что-то вроде данжа, который называется Золотая Сокровищница. Каждый день их будут высылать нам на почту и самая топовая награда это вот золотая корона. Данж простецкий. Туда заходишь, ставишь на автопуть. Это даже не бой как с шикоту. Ты бьешь там мобов, которые тебе серы на вот 68 уровне. И в конце появляется сундучок, который ты открываешь. И в нем случайная награда. Вот мне выпало 79 золотых тарелок. Но может выпасть корона, которая продается в магазин за очень щедрую цену. Поговаривают про 9 миллионов. Сегодня нам уже выдали вход, завтра пришлют еще. И эти входы можно копить и потом за один раз просто сделать награду Х9, так как это мы делаем в древних руинах. И за один раз пройти, получить соответственно Х2, Х3, Х3, Х5. Запустили акцию с повышенной вероятностью создания и синтеза алхимических камней. То есть сейчас повышена вероятность для камней непостижимого и некоторых алхимических камней мифического класса. Также скорость создания и синтеза увеличена. Тоже вот такая красивая круглая анимация. Все занимает теперь намного меньше времени. Я уже сходила, ни одного непостижимого камня, даже самого бесполезного не получила. Пиши в комментариях, насколько тебе повезло с новым вот этим вот повышенным шансом. Добавлю новый костюм Фантома Искателя Приключений на арене Рамонус. Не поняла, о чем они это написали и какой костюм, где его посмотреть нигде не нашла. Еще появилась возможность изменить внешний вид черного духа. У меня она открылась, когда я проходила валенсийскую цепочку, а изменить черного духа можно вот здесь. Вот кнопочка и выбираешь, на кого ты хочешь смотреть. Нажимаешь применить и дальше, когда будешь его призывать, он будет иметь вот такой вот вид. Я оставила себе четвертого. При продаже торговцам особых товаров, которые можно обменять на ресурсы лагеря, теперь количество данного ресурса отображается в верхней панели экрана. Использование костюма Энто в качестве материала для изменения внешнего вида больше недоступно. Кстати, кто-нибудь тестировал этот костюм Энто? Он как работает на сокращении энергии? Сколько энергии по итогу с набором лагерь и с костюмом активированным требуется при сборе? Если кто-то в курсе, напишите, пожалуйста, в комментариях. Теперь при доступном повышении уровня рабочего, это можно сделать сразу же в списке рабочих. В списке друзей теперь будет немножко красочно. Если игрок более трех дней в оффлайне, то он будет белого цвета, от трех до семи дней – оранжевого. А если более семи дней, то красный. Теперь удобнее чистить тех, кто забил. Исправлена проблема, из-за которой при покорении с повышением уровня сложности, функция автоматически деактивировалась, когда боевая сила героя была ниже рекомендуемой. То есть теперь при галочке повышения БС будет постоянно расти до тех пор, пока персонаж не погибнет во время автопрохождения. И напоследок магазин. Три раза в день можно за 3000 рублей купить 1000 жемчуга, 500 черного жемчуга и сундук удачи с реликвией 10 штук. Сундук удачи с реликвией можно купить отдельно. В нем спрятан сундук с мифической реликвией и сундук с реликвией энкардин. А также вот за 4000 можно купить жемчуг и купоны восстановления. Вот 2000 жемчуга, 500 черного и 2000 купонов восстановления. Вот собственно и все. Делись впечатлениями от обновления в комментариях. Подписывайся на канал, ставь палец вверх. И если играешь на сервере Велия и ищешь дружный коллектив, то подавай заявочку в гильдию Ями Хами. Минимум нужно 4000 БС. Мы ходим по осадам нодов, у нас постоянно фармятся гильдийные боссы, бывают ГВГ и в общем-то отзывчивый и дружный коллектив. Подавай заявочку, если подходишь под минимальные требования. До встречи на просторах игры. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!